Всем привет, с вами Алена и сегодня я возьму интервью райдера команды кикмит Игоря Цыганова. В нашей группе ВКонтакте и в Инстаграме вы написали очень много вопросов Игорю, а сегодня я задам ему самые интересные из них. В каком году ты начал кататься на самокате и как быстро ты прогрессировал в начале своего пути? Изначально я катался на BMX в 2011 году. Мне показал мой друг на школе. Вот, я взял себе, он был очень ужасный, просто там неинтегрированная рулевая, шатуны и кочерга, если вы шарите за эту тему. В общем я сезон покатался на нем, он у меня развалился, я сам развалился, помню я там диртей пулял, на руку упал и все такое. В общем не суетя. К самокату короче пришел, тоже друг показал, типа вот тут, типа Эдит Райден Вильямс по-моему мне показал в Эдит 2, я такой нифига там, парень делает, могет. Ну я так скептически сначала относился, он купил себе, я взял попробовал, но он таки прикольная штука, почему бы и нет. Взял себе, помню, 1 мая, свой первый самокат в 2012 году, а это был МГП, как он назывался, ВХ-11 по-моему, типа Тим Эдишн. Вот, а насчет прогресса, ну очень-очень-очень трудно давался, потому что я катался только флэт, там только со ступенек прыгал, учился сам, никто особо не знал, как что делать, потому что райдеров особо-то и не было на районе. Год-полтора катался в флэт, там бар, вип, трех там научился, потом начал ездить по скейт-паркам, там в ПГ, Одессе Бэнкс, на ВГ, под мост, там уже прогресс пошел довольно-таки быстрее, на фан гулял и тому подобное. Все очень интересуются, как ты попал в Кик Мид, в каком году это произошло и что ты сделал, чтобы стать райдером магазина? Ну, изначально появилась такая тема у Кик Мид, это называется Кик Мид Рамбл, где ты должен был на протяжении целого сезона снять видос и выложить его в какую-то беседу, нет, не беседа, как называется, ну обсуждение, да, и мы с ребятами, то есть с командой в году 2014, по-моему, да, 2014, сняли командный видос, заняли призовое место, второе, по-моему, потом в 2015 тоже сняли, тоже заняли второе место и в 2016 условия поменялись и сказали, что нужно только, типа, чтобы один человек был в видосе, ну максимум два. В итоге я снимал целый сезон, 2016 видос, снимал-снимал, отправил и занял первое место. И потом был приватный Кик Мид, этот, Найт Райт, там был Тимур, ну в общем вся команда, просто там друзья позвали. Вот, я помню, Тимур подходит ко мне и говорит, мы хотим тебя взять в команду, приходи к нам и катайся за нас. Я такой, конечно, да, почему бы и нет. Вот и все. Если бы не Кик Мид, я, наверное, уже забросил бы катание, потому что детали довольно-таки недешевые. У меня самокат почти развалился, я помню. Вот, когда мне дали первые детали, я был очень рад и прям вообще супер. Ты как мастер коупинга считаешь недооцененным катание в пуле и нужны ли такие соревнования в России? Я считаю, что да, потому что за рубежом это нормальная практика, когда контест в пуле, где ребята просто вылетают, скользят, делают большие трансферы и тому подобное. Это все понятно, там стрит-джемы, парковые контесты, это все понятно, то есть это классика, но пулы тоже, мне кажется, должны быть. Скейтеры, BMX проводят такие, выглядят очень круто, выглядят очень бомбезно. И мне кажется, пора задуматься магазином, не знаю, или самому начать это делать, чтобы проводить такие мероприятия. Актуальна ли сейчас техничность в катании, которой ты обладаешь, или же, на твой взгляд, народ сейчас больше ценит что-то другое? Сложно сказать, очень сложно сказать. На самом деле райдеры профессионального уровня, хотя я себя таким не считаю. Они больше все-таки делают линии, связки, то есть они применяют технику в видосе и тому подобное. Наши как-то райдеры вечно просто один трюк, один мену, один трюк на грани, один трюк на периле, не знаю. Мне кажется, просто не понимают. Уж не знаю. Мне просто нравится, когда ты в одной линии что-то делаешь, очень много трюков. Некоторые считают, что это, то есть, ну, типа, easy, что-то там, бармену, типа, фиблмену, что, ну, нет, то есть тебе надо и то, и то, и пятое, и десятое сделать подряд. Бывает то, что под конец просто застираешь попытку, и у тебя очень сильно горит жопа. Не знаю. В общем, ну, мне нравится просто техничное катание, а другие, походу, это пока не понимают. Не знаю. С недавнего времени ты катаешься за бренд Drone Scooters. Они зовут тебя в командные трипы? Ну, пока что нет. Я вот недавно попал к ним в команду. Не знаю, может, будут какие-то предложения. Кстати, пойду за грант делать тогда, а то вдруг резко позовут, а я буду не готов. А зарубежное спонсорство дает тебе больше мотивации в катании? Безусловно, да, потому что это поддержка райдера. То есть, если его поддерживают, значит, он ценен. То есть, дальше дает кататься. Не знаю. Меня пипец мотивирует. Хорошо. В комментариях еще задавали такой вопрос. Когда и как у тебя появился свой стиль катания, и как его вообще можно выработать? Ну как, смотрите видосы райдеров других. Конечно, надо свое что-нибудь придумать, но я вот смотрел и думал, блин, можно было бы добавить там еще вот такой трюк. Блин, можно было бы там что-то убрать, а это оставить. И вот так я, походу, и выработал. А чем ты занимаешься помимо катания на самокате? Играю в плойку, дома валяюсь. Играю в доту. Не знаю. Мой любимый персонаж Урса, если шарите, конечно. Только не осуждайте, ну что, я же там не игроман такой прям. Чтобы прям там вот так сидеть, там каждый день. Так в турборежим. Заходишь и все, играешь с пацанами. Да что еще? Радуюсь жизни. Учусь, работаю в магазине Кикмит, CDM, Лубянка. Приходите. Назови своего любимого российского и зарубежного райдера. Можно несколько. Угу. Ну, зарубежный на первом месте определенный Брэдден Джеймс. Жаль, что он уже как-то, я такой, он не катается. Ну, может катается, но уже, походу, просто для себя. Ничего не снимает. Не на что смотреть, не на что наслаждаться. А так, я раньше прям вот пересматривал видосы, где он прям наваливает рэп о стиле. Прям жестко вообще. Это вот в моем сердце прям остался. Правда, сердце здесь, но не суть, вы поняли. Ну, второе, он Деврин, Джон Деврин. Тоже прикольно стелет вообще. На пэгах там все скользит, все как надо. И Пол Роман еще нормально катается. Из Барса, чувак. Меня он тоже довольно-таки привлекает своим катанием. А из русских? Ну, первый раз у меня пошел Гази. Это лучший райдер вообще в России. Некоторые скажут нет, некоторые скажут да. Но я скажу свое все-таки мнение. Вообще прям наваливает тоже много рэпа. Мне очень нравится. Кто еще у нас катается? Так прикольно прям. Мой кореш Никита Середин. Вы особо еще не слышали о нем. Но я думаю, в этом году он нормально выстрелит. Он там, конечно, парковые трюки делает, все вот это. Но он очень стильно парковые трюки делает. То есть я его подбиваю еще, чтобы он гриндил, скользил, всякие мэнелл делал. И он вообще будет самый лучший райдер России, мне кажется. Кого еще можно выделить из таких? Там много кого у нас сейчас стало? Очень интересных райдеров. Мне правда не нравится парень, который вечно делает там фул вип и фул хилы. Вовсюду просто. Вип бар, фул вип, фул хил. Это вообще ну просто никакой изюминки, никакой особенности нет у них. Прям скучно смотреть на них. А так, надеюсь, вы меня услышали, ребята. Надеюсь. Сейчас будет самый интересный вопрос от наших подписчиков. Как к тебе относятся девушки, когда узнают, что ты катаешься на самокате? Вообще стараюсь не показывать, не рассказывать, чем я занимаюсь. Ну, то есть про самокат. Потому что я все-таки личность, а не какой-то райдер на самокате. Когда они знают, такие, о, а что там долго, а что, как, нравится, не нравится. Я лучше о чем-нибудь другом поговорим, а не о самокате все-таки. У тебя были серьезные травмы, связанные с катанием? Да, были парочку серьезных, были мелкие. А какие? Ну, в 2018 я сломал вот здесь вот косточку. То есть, ну, вроде нормально все срослось. После того, как мы зажили, было немножко дискомфортно кататься. Потому что, как будто кость терла другую. Но сейчас вроде нормально все четко. А в прошлом году, в 2019, было очень такое, прям серьезное. Я надорвался резки в колени. И вообще, то есть, у меня такая дизмораль была полная. То есть, я все-таки пытался себя убить дальше кататься. Ну, конечно, было больно, но я такой, нормально, нормально. Это пройдет, это пройдет. Потом я сказал, что это не пройдет, нифига. Я такой, да не, не, все четко. И мне просто сказали закачивать колено. Закачивать колено, чтобы оно все-таки больше нагрузка шла на мышцы, а не на связки. Сейчас вот и ухожу без фиксатора. Все нормально. А так я надевал, ходил весь день с ним, приходил, снимал. А раньше я его просто так надевал, так, чтобы колено держалось, а то оно немножко слабое. Ну, сейчас сегодня окей. А после серьезных травм у тебя бывало такое, что пропадает желание кататься на самокате? Ну, был момент, когда вот колено повредил. Это был октябрь, по-моему. Я выходил кататься, ну, пару-тройку раз, и что-то катание вообще не шло. То есть, ни трюки, и колено болело, и просто не понимаешь. Стоит тебе этим даже заниматься? Не стоит. Стоит месяц вот так вот погрустил, забил вообще на самокат полностью, просто вот качал колено, качал-качал. Потом что-то как проснуть, желание просто прокатиться. Я поехал в Волпро, по-моему, кататься в пуле. И вот снова что-то прям подняло меня, снова дальше кататься, и хочу дальше кататься. Ребята спрашивали, какие у тебя любимые споты и парки? Ну, любимые парки это 1905 года, безусловно, самое лучшее место, там все мои друзья собираются. Сидим, отдыхаем, катаемся, ломаемся. Ладно, не ломаемся, все нормально. Какой еще парк? Наверное, все. Сады мне не нравятся, там круглые грани, много скейтеров и тому подобное. Споты, споты. Любимый спот у меня на районе, возле метро Янгеля. Там идет такой мини-долухильчик, и по бокам грани. То есть там влево-вправо можно прыгать, фейки, мэн, вот вся вот эта тигня. Ну, вы шарите, короче. А вспомнил, мне нравится еще одна плаза. Она находится, можно сказать, за Москвой, хотя нет, это новая Москва, возле Бутова, над каминем. Туда добираться довольно-таки тяжело. На машине нормально, чуваки отвозят, круто. Там прикольно, грани, перильки маленькие. Потому что я перилю особо не люблю, но я все-таки пытаюсь себя мотивировать кататься на периле, чтобы показать себя с другой стороны и тому подобное. В общем, вот так вот. А ты учишься сейчас где-то? Да, в институте. Последний курс остался. Учусь на лингвиста, изучаю языки. На самом деле нифига не знаю, потому что сложно все совмещать. Это катание, это работа, это очень сложно, то есть посещать занятия. Поэтому с горем пополам сдаю все. Конечно, не делайте так, учитесь. У вас должен быть запасной аэродром. То есть, если у вас что-то не получится с катанием, вы должны хотя бы иметь знания, образование и пойти работать, получать big money и тому подобное. Расскажи о своих планах на новый сезон и вообще на дальнейшую жизнь. Ну, план на сезон снимать больше материала, больше видосов вам сделать. Самому там поснимать ребятам. Я все-таки камеру приобрел себе, чтобы мне поснимали. И, не знаю, попутешествовать можешь немного. Посмотреть другие споты, другие города, другие места. А про жизнь пока не знаю. Надо доучиться, закончить учебу. Дальше смотреть, что как. Ну, есть парочку вариантов. Либо, я надеюсь, мне просто начнут платить деньги уже за катание. То есть, уже более крупное спонсорство, что-нибудь в этом духе. Либо бизнес какой-нибудь свой завести. Не с самокатом связанным, нет. Это вот типовая тема. Просто какой-нибудь бизнес можешь замутить. Ну, а пока, пока что работаю. На этом мы закончим наше интервью. Спасибо тебе, что пришел. Спасибо, Иван. Спасибо, что позвали. Очень приятно. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки под видео. И пишите в комментариях, кого нам позвать в следующем выпуске. С вами была Алена. Магазин Кикмит. А вот еще Игорь. Всем пока. Пока.